Ассаламу алейкум, добрый вечер дорогие друзья, с вами прямой эфир программы Мангас Дамасиле. Сегодня понедельник, а это значит, что мы на медицинской площадке. С наступлением холодов возникают вирусные заболевания. Они могут поражать не только взрослых, но и детей. Сегодняшняя тема нашей передачи, как повысить иммунитет детям. Как мы должны их профилактировать, об этом расскажет главный врач 18-й поликлиники города Алма-Аты Большанова Майя Утигеновна. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Серик. Майя, ну давайте мы начнем с первого вопроса и вообще разберем, что вообще из себя представляет поликлиническая служба. Расскажите нам поподробнее. Амбулаторно-поликлиническая служба является первым звеном, первым этапом, который оказывает медицинскую помощь на уровне, когда нет необходимости в госпитализации. Но это значит, что вся плановая помощь, вся экстерная помощь, вся диагностическая помощь идет через амбулаторию. Мы стоим на первом этапе, на первом рубеже. Поэтому сейчас в данный момент особенно выделяется роль поликлиники, потому что выявление хронических заболеваний, выявление онкологических заболеваний, выявление даже профилактика и лечение хронических инфекций. То, что даже инвалидизация есть, мы на инвалидность оформляем, то, что мы направляем стационары, плановые операции, это все идет через поликлиническую службу. Теперь давайте перейдем ко второму вопросу, касательно страхования ОСМС. Поликлиническая служба тоже как бы связана с ОСМС? Да. Предоставляют ли услуги ОСМС? Да. Вот смотрите, имеется два пакета. Это пакет ОСМС и пакет ГОБМП. В пакет ГОБМП входит консультативная экстренная помощь на уровне и стационара, и поликлиники. Но в пакет ОСМС входит это лекарственное обеспечение, консультация узких специалистов, анализы. То есть весь пакет диагностических услуг, это все входит в ОСМС. И лечение, оперативное лечение в стационарах, также высокотехнологичные медицинские услуги. Если вот сейчас в данный момент есть пациенты, которые не застрахованы, им необходимо застраховаться и оплатить взносы. Сейчас в данный момент они не могут оплатить как ЕСП, если они не платили с апреля, с марта месяца. Они должны оплатить как самостоятельные, самозанятые граждане. Это там в районе одного МРП идет. И они должны оплатить через Каспий-банк, они могут оплатить. Но вот некоторые ошибаются, они берут за апрель месяц, оплачивают всю сумму, которую они должны. Тогда не засчитывается. Они должны оплатить каждый месяц отдельно. Апрель отдельно, март-апрель, июль, июль. Все месяцы должны быть отдельно оплачены. Потому что в данный момент сейчас близится холост. То есть это за год сразу оплачивают? Нет, сейчас же уже месяц сентября у нас. То есть до сентября должно быть оплачено. Должны быть оплачены взносы. Иначе страхование, иначе будет недоступна помощь. Плановая помощь может быть недоступна. А в данный момент она необходима. Потому что учитывая то, что... Вот если мы будем рассуждать так, один МРП это 2600 тенге. Если вы идете в частный центр, то консультация любого специалиста, терапевта, кардиолога, уролога, она начинается от 3000 тенге. Анализ крови тоже стоит 3000 тенге. Это только простой общий анализ крови. Если мы будем считать биохимический анализ крови, если будем анализ на ПЦР, если будем на коагулограмму, тогда каждый этот анализ 4-5 тысяч тенге. То есть вы можете... То, что вы оплатите, годовой страховой, все годовые у вас страховой взнос, это буквально один поход в частный центр. Но имея, если вы оплачите, имея страховой полис, вы можете, получается, получить консультативно-диагностическую помощь, лекарственные препараты на уровне поликлиники. Это хроническим больным, которые стоят на диспансерном учете. Плановую медицинскую помощь, это оперативное лечение. И также экстренную помощь в момент, когда это будет необходимо. Это очень актуально сейчас. А, к примеру... Каждый сейчас может актуализировать свой статус. Есть такое приложение Холдау, вот есть еще номер 1406, вот они зарегистрируются в Холдау и смотрят, статус у них застрахован или нет. Потому что сейчас, учитывая то, что в середине вот некоторые не оплачивали, из-за этого у них статус не обновлен. Они должны обратиться в местную поликлинику свою, пойти и выяснить свой статус. Если нет, то через СОН обновить свой статус, оплатить те месяцы, которые были не оплачены и снова сделать себя застрахованным для получения медицинской помощи. Ну это, смотрите, то население, которое работоспособное. Это работоспособное, да. А те, кто, к примеру, не работает, как их обслуживать или есть ли там что-то для них, какие-то послабления? Не работающее население, вот как вы знаете, президент освободил малый и средний бизнес до ноября месяца, были освобождены. Вот если вы относитесь к малому и среднему бизнесу, у них есть освобождение. А те, кто самозаняты, граждане, они должны оплатить. Для своего здоровья мы не должны это жалеть, я еще раз говорю. Я согласен. Потому что 2600 тенге в месяц, это абсолютно минимум, которым мы можем. Я еще раз говорю, что один прием любого врача стоит 3000 тенге. Не говоря уже, мы предоставляем, видите, по назначению у нас КТ, МРТ мы предоставляем, те же самые эхокардиографии, те же самые услуги высоко, узких специалистов, высокоспециализированных, видите. И также оперативные высокие технологии, такие как замена коленового сустава, там, левая имплантация, сердечная операция, операция на сердце. То есть здесь это такой минимальный платеж. Ну это, видите, наверное, нужно какое-то определенное время, чтобы люди привыкли, адаптировались к этой системе, потому что это что-то же новое. Раньше люди не встречались с этим, поэтому нужно вот пошагово, потихоньку адаптировать именно наши населения к ОСМС. Да, сейчас мы ведем, особенно поликлиническая служба ведет такую работу, мы, даже у нас идет подворовой обход сейчас, и мы выявляем тех, кто не прикреплен к поликлиникам, они могут остаться без медицинской помощи, и те, кто не оплатил статусы. Поэтому мы им объясняем и разъясняем, что почему необходимо вам заплатить, и для чего это необходимо, что завтра, когда вы поступаете, там что-то вам нужна, плановая операция, чтобы не получилось, что невозможно вам оказать эту помощь. Экстренная помощь в любом случае, она оказываться будет, экстренная. Но вы же прекрасно понимаете, например, если у вас есть, имеется камни в почках, или, например, камни в желчном пузыре, если мы делаем это на планово, то операция проходит эндоскопически. Там всего лишь три такие точки делаются, и оттуда желчный пузырь удаляется. Точно так же, если плановая помощь идет при мочекаменной болезни, там дробятся эти камни, и они выводятся через мочеточник безболезненно и меньше травмированность. Если вы идете экстренно, делается лапаротомия, то есть это большой разрез и большое вмешательство. Экстренно это всегда несет опасность и для жизни, и для дальнейшего восстановления и реабилитации. Ну вот смотрите, сейчас, наверное, рассвет таких вот, сейчас повернемся к основным вопросам, рассвет таких заболеваний вирусных, как ОРВИ, как грипп, вот многие люди путают. В чем отличие ОРВИ и гриппа? Давайте начнем с этого. Ну вот ОРВИ – это острая респираторно-вирусная инфекция. Грипп – это тоже одна из вирусных инфекций. Но есть характеристики определенные. При гриппе идет высокое повышение температуры тела. Это обязательно 38 и выше. При ОРВИ или ОРЗ, как мы говорим, может до 38 и выше не подниматься. То есть оно может быть 37, 37, 5. Обычно там что-то из носа засопливил, вот вроде себя плохо чувствует, и он может уже ходить на работу, да, обычно так люди делают. А при гриппе такое нет. Идет более сильная интоксикация, головная боль, а пациент лежит, не может ничего сделать. То есть грипп – это более такое, более выраженная интоксикация. Вот такое отличие является грипп и ОРВИ. Ну вот, к примеру, смотрите, сейчас есть такие вот вопросы бытует в социальных сетях по поводу COVID-19, да? Ну, как бы все мы, взрослое население, большое количество столкнулось с этой напастью, с этой пандемией. А вот дети, как вообще дети, детский иммунитет именно относится к этому вирусу? То есть он же как-то вот схож по симптоматике с ОРВИ и гриппом? Да. Конечно же, в момент, когда было заражение, мы наблюдали и детей тоже. У детей тоже были положительные коронавирусные тесты, то есть они, конечно же, заболевают, но у них течение более легкое. Но сейчас, видите, так как это новое заболевание, так как его только изучают в мире, поэтому сейчас есть некоторые сведения о том, что, возможно, в детском возрасте тоже имеются случаи, когда была пневмония и более такое тяжелое течение, поэтому сейчас в этом плане у нас все равно идет обследование. Поэтому мы говорим только о том, что коронавирусная инфекция, как последние исследования показывают, видите, она появилась, конечно, коронавирус был издавна, но именно его теперешнее течение, осложнение, которое он вызывает, вот он относительно недавно. И поэтому мы говорим о том, что последние исследования говорят, что заболевание может возникнуть и второй раз. Были такие случаи, когда пациентка перенесла коронавирусную инфекцию и через какое-то время снова появились симптомы. Когда взяли ПЦРТ, то получилось, что она больна коронавирусом. Поэтому мы говорим первично сейчас, говорим о том, что нет стойкого иммунитета. А для того, чтобы он появился, нам нужна вакцинация. И вакцинация, она даст иммунитет, который пациенты уже могут быть спокойны. Вакцинироваться прежде всего нужно будет именно хроническим пациентам из группы риска, которые старше 60 лет, которые имеют какие-то либо заболевания. Это артериальная гипертензия, сахарный диабет, ИБС, и вот такие ревматологические заболевания тоже. То есть весь спектр хронических заболеваний, которые у нас на учете стоят, их нам нужно, во-первых, и наблюдать за ними, и быть внимательнее к себе, и мы тоже к ним более пристально. Ну вот, конечно, вопросы касательно вакцинации очень серьезные. Просто сейчас не то, чтобы сформировалось мнение о том, что они могут быть какими-то не такими подпольными, нет воздействия, просто так ставят, еще какие-то политические вопросы касательно вакцины. Ну вот, а сейчас, что вы можете реально сказать об этих вакцинах? То есть потому что, ну как, прививаться детям или нет, взрослым? И как они, например, дети переносят, взрослые переносят вакцину? Ну видите, вакцинация – это один из, как бы, таких методов, которые смогло дать нам возможность победить такие болезни, как ОСПА, да? Вы же знаете, что в свое время ОСПА косило буквально людей, умирало до миллиона человек ежегодно. Но когда появилась первая вакцина, мы победили ОСПУ. Конечно, в тот же год появился СПИД, вирус именно дефицит человека. Но тем не менее, вакцина, как бы, вот, полиомиелит, такие заболевания, как корь, краснуха, такие заболевания, как, вот, вот, полиомиелит – один из таких сложных заболеваний. Мы, как бы, можем сказать, мы на управляемом ведем. То есть так же, вот, мы БЦЖ тоже делаем, да? То есть это управляемым инфекционным заболеванием. Если сейчас, вот, смотрите, сейчас идет, была такая вспышка, вот эти, в прошлом году мы говорили о том, что кори, очень много было кори среди взрослого населения. А взрослое население корь переносит очень тяжело. Она как раз таки характеризуется очень тяжелой интоксикацией и пневмонией, и даже были летальные случаи. Поэтому те, кто не переболели корью и не привились в свое время, получается, они в группе риска. Из тех, что вот они вот в 20 лет, 25 лет, в 30-35 лет встретят это заболевание, заболеют, и это будет причиной их, возможно, летального исхода. Ну, то есть, смотрите, здесь... Поэтому вакцина – это очень важно. Один из, скажем так, один из таких моментов, столбов, скажем таких, да, на чем держится то, что мы можем вот сказать, что мы управляем вот этими инфекционными заболеваниями. И то, что нас спасает, спасает наших детей. Потому что полиомиелит, например, когда в свое время мы не вакцинировали, вы сами знаете, те дети, которые болели, они инвалидизировались, они не могли ходить. И было огромное количество детей, которые были в колясках, у которых не работали ноги, руки. То есть этого поколения сейчас вы не видите так, где есть детей. Естественно, есть какие-то единичные случаи. Но ведь мы же и говорим, что когда вакцина вносится, есть побочные, возможно, побочные действия. Но это в основном все проводится же под контролем доктора. И доктор означает, можно или нельзя. Видите? И поэтому здесь не должно быть такого. Если один, например, из огромного количества вакцинированных, какая-то была побочная реакция. Но побочная реакция, в основном, я же говорю, это уже, возможно, была какая-то генетическая предрасположенность была. Что, возможно, будет у него такое, как бы, течение. Ну, вот смотрите, тем не менее, человек, если вакцинируется этим летом, да, скажем, эта вакцина воздействует на протяжении определенного периода времени. То есть вот она имеет такую цикличность. То есть мы, если говорим, что вот сейчас летом привились, то уже ближе к зиме... Мы не заболеем. Мы не заболеем. А на следующий год нам придется еще раз прививаться снова. Ну, это почему? Вот я еще раз говорю, это вирус гриппа. У гриппа у нас, опять же, нестойкий иммунитет. И даже вакцина, она не дает стойкого иммунитета. Потому что вообще вирусных заболеваний около 4 тысяч разных есть вирусов. Но из них, которые мы больше всего знаем, это вот вирус гриппа, от которого мы и страдаем, да, зачастую. Поэтому сейчас в сезон у нас идет такая сейчас акция. Мы будем вакцинировать всех хронических пациентов, которые имеют хронические заболевания. Детей в школах, работающих можем, медицинских работников. У нас будет вот с сентября по октябрь. Мы будем всех поголовно вакцинировать для того, чтобы сейчас, учитывая, что сейчас коронавирусная инфекция, вот идет вторая, возможно, что будет вторая волна, да, поэтому, чтобы хотя бы вирусом гриппа они не заболели. Для того, чтобы от вируса гриппа они были, скажем так, не заражены, чтобы не было никаких осложнений у них. Чтобы уже, если будет какая-то коронавирусная инфекция, чтобы уже она прошла у них без осложнений. Потому что переболев гриппом, естественно, иммунитет будет падать. И ему необходимо будет время для того, чтобы восстановиться. Если в это время будет коронавирус, тогда уже последствия могут быть с осложнениями. Очень длинный вопрос, я его сейчас быстренько попытаюсь зачитать. Здравствуйте, я бы хотел задать вопрос. Моему сыну два года, он пять раз болел ОРВИ в первом году жизни. И врачи всегда назначали антибиотики. Получается, за один год он получил пять раз антибиотиков. После этого он начал сильно потеть ночью. Меняю одежду пять-шесть раз. Днем также много потеет. Нормально бегать на улице, как все дети, не может, потому что потеет. Если на улице прохладно, то сразу начинает течь с носа, кашель. Как поднять иммунитет ребенку? И что можно сделать, чтобы уменьшить потливость? Хороший вопрос. Потливость – это, скорее всего, дефицит витамина D. Она вот как бы одна из признаков, это дефицит витамина D. Необходимо давать витамин D. Но здесь еще момент такой. Вот смотрите, как только мы, ребенок заболевает, и сразу даем антибиотики, мы даем супрессию иммунитета. Когда ребенок рождается, у него нормальный здоровый иммунитет. Мы только препятствуем, получается. Если мы, как мамы, начинаем его слишком много кутать, слишком много в таких условиях стерильных содержать, он не встречает никаких инфекций, например, это способствует тому, что, наоборот, иммунитет у него не развивается. Мы вот своими антибиотиками даем супрессию, снижаем ему иммунитет. Как только он переносит, надо, чтобы он смог восстановиться. Например, вот как бывает, ребенок заболел, а мама его температуру в детский сад ведет, в детском саду ему отказывают, через 3 дня температура падает, они сразу ведут в детский сад. Но у него нет времени на восстановление. Температура упала, иди в детский сад. Температура упала, это не говорит, что у него заболевание прошло. Это говорит о том, что ему надо еще минимум 7 дней для того, чтобы восстановился иммунитет и вообще восстановился организм. Что ему для этого необходимо делать? Необходимо его купать, хорошо питаться, чтобы он правильно питался, чтобы он гулял на свежем воздухе. Для того, чтобы создать условия, правильный режим должен быть у ребенка. Правильно спать, меньше гаджетов, больше должен гулять. Вот если дефицит витамина D необходимый, то, что мама говорит, похоже, что дефицит витамина D. Как раз-таки D способствует тому, что и потливость, и снижение иммунитета тоже может быть за счет этого. И вот антибиотики в крайнем случае должны быть. И тем более вирусная инфекция, как мы уже сейчас имеем и всегда говорили о том, что антибиотики не воздействуют на вирус. И каким образом тогда, назначая антибиотики, мы спасаем ребенка? Здесь не совсем понятно. Здесь обычно боятся. Мама тоже боится. И она сразу идет, назначенный нам что-то, вот ребенок болеет. Надо ребенка больше поить, больше поить его в это время. Пусть он бульончик давать ему, пусть полежит, немножко отдыхает. Антибиотик пока не нужен. Дать ему возможность, симптоматическую, можно вот обтереть его прохладной водичкой, чтобы температура упала. Парацетамол, сироп можно дать ему. И все. И дать немножко ребенку выйти из этого. То есть, смотрите, в этот период времени как раз-таки иммунитет ребенка борется с вирусами, да? Конечно. И не только ребенка, но и наш с вами тоже. Когда у нас повышается температура тела, есть такая пирогенная реакция, называется. Пиро – это значит горячая. Вот когда температура повышается, это организм борется с инфекцией, и посредством температуры он убивает эти вирусы. А мы с вами только и делаем, чтобы снизить ее, эту температуру. А на самом деле мы не должны этого делать. То есть, смотрите, когда температура только поднялась, мы сразу пытаемся… Сбить. Сбить ее. А это неправильно. В это время мы должны только поить, 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 отпаивать. Если возникает у детей, видите, у них такая выраженная реакция, может быть, рвота возникнет, еще что-то. Если вы даете ему воды, он рвет, значит, вы даете много воды. Дайте ему ложечку воды. Через три минуты еще ложечку воды. Через три минуты еще ложечку воды. То есть, отпаивание – это такое. Вы даете ложечками маленько. Ложечку он не вырвет. Ложечкой отпаиваете, бульончик ему даете. Не надо ему там сладкое давать, не надо там соки ему давать. Какие-нибудь даже свежевыжатые, фреши. Это все вредно, наоборот. Здесь нужно, если вы можете, компот можно ему сделать, не сладкий, не сладкий компот нужно давать ему. Здесь больше жидкости. Ребенок потеет, он выраженный, теряет жидкость, он теряет. И здесь нужно прям сдать анализ на витамин D, потому что здесь может быть большое количество недостатка. Тогда доза будет не профилактическая, а лечебная. А лечебная доза, она значительно выше, чем профилактическая. Но там и витамин D в летнее время можно было получать, да? Да, посредством солнца. Но у многих зачастую, потому что мы сидим все время. Тем более сейчас, как было, сейчас же было время коронавируса, время пандемии. Мы сидели дома, много не гуляли. Вследствие этого дефицит мог усугубиться. Видите, и мы с вами, как взрослые люди, мы тоже много сидим в помещениях и мало гуляем. И у нас он, естественные витамин D, он мало выделяется. Поэтому мы тоже должны для профилактики принимать его и периодически сдавать анализ. Какая нам нужна профилактическая или лечебная доза? Надеюсь, мы ответили маме на вопрос. Да, для того, чтобы не мутировать, не болеть, нужно почаще следить и за собой, и за своими детками. У нас еще есть вопросы, давайте я сейчас прочитаю. Ожидается ли вторая волна, если давать аквадетрим регулярно, аскорбиновую кислоту в драже, и читала, можно за раз 20 штук драже съесть? Нет, это ужасно. Что это? Нет, если вы дадите аскорбинку за раз 20 штук, вы вызовете эрозивный гастрит, вызовете и у ребенка, и у себя. Потому что любое лекарство, оно должно быть, вот смотрите, как бы, любое лекарство, это может быть ядом, любое лекарство, это зависит от дозы, вы можете убить и можете вылечить. Поэтому здесь есть определенная доза, такое абсолютно 20 драже, это абсолютный нонсенс, такого никогда в жизни нет такого, нельзя так пользоваться. Аскорбинку вы можете принимать, но аскорбинка у нас, как мы вот когда делали исследование в свое время, мы определили, что аскорбинки больше в петрушке, чем в лимоне, например, чем в апельсине. Думая, что апельсин обладает большим количеством витамина С, и его надо выжимать и давать ребенку, это абсолютно неправильно. Петрушка имеет больше. Обычная петрушка, мята, вот такие простые наши зеленые овощи, в них больше витамина С. Но мы можем давать таблетированно, но мы даем же его не постоянно, мы даем в весенний период, когда идет снижение питательных веществ, мы вышли из зимы, у нас нет никаких весенний период, и можем тоже в осенний дать. Но осенью у нас есть овощи, которые мы можем потреблять, и посредством их восполнять свои дефициты. И постоянно витамин Д тоже нет необходимости давать, потому что есть как и гипервитаминоз, так и гиповитаминоз. Конечно, у нас зачастую бывает гиповитаминоз, но если мы постоянно употребляем витамин Д, то у ребенка, не рекомендую прям постоянно употреблять витамин Д, всегда нужно консультироваться с педиатром и определять дозу, какая у тебя, сколько у тебя витамин Д в крови. У ребенка тоже. Это значит, вот получается, смотрите, как вы выше сказали, те дети, которые не часто играют вместе с детьми, ходят в детские сады, там где-то под, скажем, кроватью ползают. Вот эти дети, которые, то есть, облагоражены от всего этого, они как-то вот больше в зоне риска, да? Ну, тот, кто в детском коллективе, конечно, ребенок быстрее заражается. Почему, как только ребенок приходит в детский сад, он начинает быстро заболевать? Потому что, находясь в доме, например, у него определенная среда, определенная среда вирусов, то есть вот папа, мама, бабушка, дедушка, все, других вирусов он не встречал. К этим вирусам он уже адаптивен, от них он не болеет. Он идет в новую среду, там новые, новые дети, и от них новые вирусы. Соответственно, он начинает их переносить, но перенося их, это не страшно. Он заболел, его нужно подержать дома, дать возможность переболеть полностью, и потом только в детский сад снова его отдавать. А не так, что, я же говорю, вот три дня поболел, дома снова в детский сад, три дня поболел, снова в детский сад. Мы не даем ему возможности выздороветь и восстановиться. То есть в период реабилитации? Да, должно быть восстановление немножко. Ребенок, это очень, вообще, ребенок, это, можно сказать, у него идеальный иммунитет. Если ты идеально будешь его лечить, правильное лечение назначишь, он прям быстрый ответ дает и быстро выздоравливает. Поэтому здесь, в основном, во всех таких проблемах виноваты мы, взрослые, скажем так, и в психологическом, и в физическом плане тоже. Это как, несмотря на то, что даже ребенок, если болеет, он все равно бегает, он все равно прыгает, он все равно чувствует себя хорошо, эмоционально там, да. То есть здесь тоже мы, как бы, иногда ведем себя чересчур агрессивно, скажем так, к своему чаду, да, мы его слишком оберегаем, все в чистой постельке там, он у нас, там, никаких никто к нему не должен подходить, там, никаких грязных этих, там, ничего не должно быть. Ну, то есть в определенных, в определенных дозах, в таких измеримых дозах небольших, это не вредно. Можно, чтобы он побежал на улице по лужам, побегал по лужам, ту же самую вот эту взял грязную там качельку, на ней покачался там, потом снова еще что-то, то есть потрогал в это время там с друзьями, что-то еще. То есть вот такая обмен, обмен вирусами идет, обмен бактериями идет. И это идет наоборот, потому что не повышение иммунитета, а когда иммунитет распознает эти вирусы, распознает бактерии, и вследствие он потом больше не будет болеть, да. Отлично. Смотрите, могут ли вот эти вот банальные, о которых вы говорите, простудные болезни, перетечь, скажем, в более сложную форму, ну, скажем, хронические какие-то болезни? Ну, острые заболевания, по идее, не должны переходить там в хроническую форму, а то у РВИ она не перейдет в хроническую форму, да. Это, возможно, имеющиеся осложнения, которые вызывают эти заболевания, например, такие же вот, как грипп, как коронавирус сейчас, да, там, например, то, что перенесет, если это будет сложная пневмония, то в дальнейшем нужна реабилитация. Потому что как только мы ставим диагноз пневмония, пациента мы берем на диспансерный учет, и он должен принимать препараты определенные, он должен за собой следить, потому что восстановление легочной ткани, оно идет очень длительно. Там от месяца до шести месяцев может проходить, поэтому… У ребенка? Нет, у взрослого тоже, у взрослого тоже. Ну, у ребенка быстрее идет восстановление, но легочная ткань, она наиболее тяжелее восстанавливается. Поэтому там ему необходимо давать рыбий жир, витамин D, возможно. Ну, витамин С и как бы такой спорный витамин С, не всем детям я бы рекомендовала прям поголовно давать витамин С. Вот, потому что в основном вот это мульти, мультивитамины, которые любят родители, которые дают, они в основном вызывают аллергизацию. Аллергизацию ребенка, и после этого любое лекарство, которое мы бы не дали, оно вызывает сыпь. Значит, лечить его уже нельзя, да, или мы должны выяснить аллерген, от чего у него аллергия идет, да, или исключить химиопрепараты, любые химиопрепараты. То есть, поэтому здесь нужно очень смотреть, грамотно нужно смотреть и выбирать, что ты принимаешь и что ты принимаешь, что ты даешь ребенку. У нас еще вопросы здесь уже пишут нам на WhatsApp. От чего может быть атопический дерматит в ребенка? Вот атопический дерматит может быть именно от того, что мы даем вот именно разные препараты, может быть, или разные возможности. Вот сейчас изучается то, что у некоторых детей идет непереносимость глютена, да, например, то, что мы любим. Это хлеб, это каши. В мучном то, что да. В мучном, да, то, что вот это все есть. Это тоже один из признаков. То есть, здесь необходимо, чтобы аллерголог определил вот даже не только на препараты, но и не только на травы, которые есть аллергические. Обычно у них есть линейка, в которой они травы, цветы смотрят, на что идет аллергия, но и на еду. На какая-то еда может вызывать аллергию. И это сейчас исследование делается. Вот исследовать, на какую идет аллергия и перестать ее давать. Ну, а дерматит и вообще аллергия возникает у очень чистых детей. То есть, наоборот, те, кто, те мамы, которые держат их в идеальных условиях, в стерильных условиях, у них и возникает аллергическая. Они очень чистые, у них нет никаких других бактерий. Как только вот что-то инородное возникает, сразу возникает аллергическая реакция. Видите, поэтому здесь нужно вот все как бы в рамках, в таких разумных рамках, я бы сказала. Хорошо мы росли в детстве. Мы прекрасно росли. Слава Богу, что у нас было хорошее детство. Мы тоже и в ауле бегали, и что только они делали. Мы же постоянно и в озере купались. Купались, да. Там непонятное содержимое. Что вообще? Ну, мы купались, бегали в грязи. Ну, каждое поколение несет с собой свои определенные моменты есть. У каждого поколения есть. И также определенные, вот, например, в городе это свое, в селе также это свое. Например, сельский ребенок, обычно он сильнее, чем городской. Потому что городской, но городские, у них есть такая особенность, они могут быть выше ростом. Потому что у нас очень высокий уровень СО2, углекислый газ, а он способствует росту трубчатых костей. И поэтому у городских детей обычно очень длинные ножки, они такие высокие. А, смотрите, а те, кто вот в периферии, они более кореннадцатые. Ну, у них более такое сбитые, скажем так. Но, тем не менее, городские, они более болезненные, скажем так. Они более такие... Ну, они как-то слабее, да? Более нежнее, да. Нежнее, да. Но сейчас же, видите, сейчас есть такой момент, если ребенок вот плавает активно, если занимается вот спортом. Ну, и спортов, конечно, я бы не рекомендовала какие-то профессиональные виды спорта. Потому что профессиональные виды спорта, они в основном ломают ребенка и ломают вот эту спортивную. Ну, его вот за результатом начинает гнаться. А нам нужно здоровье. А здоровье оно дает в основном плавание такое, такое вот более релаксирующее. И способствует тому, чтобы мышцы, все мышцы работали. Чтобы он не сидел все время за компьютером и игрался только, да. Но и вот в определенное время он должен ходить там и плавать, например. И еще и отлично для ребенка, если он умеет плавать, то завтра в любом месте для него и такая защита такая получается. Так вот городские дети, они тоже вот привержены гайджетам, да? Почему нет, я не знаю. Да, ну, наверное, потому что тем, кто периферии, ну, недоступно раз, да. Во-вторых, по-моему, интересы совсем другие, им как-то улица больше. Ну, городские дети, они же ограничены в квартирах. Да, в квартирах живут. В квартире у тебя нет физической активности. Да. Что ты делаешь? Ты идешь на кухню, там, у нас квартира там 60 квадратных метров, там, стандартная, может быть, да, хрущевка или какая-то даже там чуть больше, ну, все равно 60 где-то. Он идет от столовой, поел, пошел спать и там сидеть. Что он делает за время? Он вот это вот его движение. От комнаты до комнаты. Он идет в школу, в школе тоже, он там сидит, целых час он сидит, 40 минут он сидит, потом 5 минут побегал, опять 40 минут сидит. То есть целый день он опять же сидит. У нас физической активности немного маловато, да, гиподинамия маловато. Поэтому мы должны следить, чтобы физической активности было достаточно. Так же, как мы себе говорим, взрослым, давайте вот вы должны заниматься там. То есть так же и дети, и ребенок, и все определенные условия должны быть у него, чтобы быть, как, стренироваться, немножко тренировать. Ну, и здесь, видите, и физическая активность будет, значит, это, получается, будет, так сказать, расти правильно. Да, да. Иммунитет будет формироваться хороший. Ну, иммунитет, я же говорю, у детей иммунитет, он есть, его не нет, он абсолютно у всех есть иммунитет. Ну, то есть есть периоды, когда он снижается? Ну, он снижается от заболевания, например. От заболевания. От заболевания или от чего-то еще там было. Ну, в основном, это только от заболевания или вот от приема антибактериальной терапии. А в основном, у них у всех есть. Иммунитет нет только у тех, кто страдает заболеванием, вот иммунодефициты. У них нет иммунитета. Еще нам пишут в WhatsApp. Лицитин в гранулах, что можете о нем сказать во время нагрузки на мозг и сезон простуд? Ну, лицитин, как бы это тоже биодобавка. Я бы тоже, как бы, отнеслась с осторожностью. Я тоже не всем рекомендую его с осторожностью. Я бы не сказала, что всем надо пить или еще что-то. Это такая же биодобавка, как. Ну, ее, наверное, в основном употребляют в профилактических, да, каких-то мероприятиях? Или просто как-то поддержать, да? Ну, я опять же говорю, вот профилактика. Что мы можем делать для профилактики? Для профилактики мы должны правильно питаться, хорошо кушать, не употреблять сладкое и физически активно. Вот это наша профилактика. Ну, это, знаете, тяжело отчасти. Ну, как бы. Ну, тяжело отчасти. Тогда давайте хотя бы, мы будем хотя бы правильно больше хорошо кушать тогда, исключая сахар хотя бы. Достаточно пить жидкости и... А чем мы можем исключить сахар? Ну, мед, он тоже вызывает как бы. Ну, вот как бы сахар, вот если вы не будете использовать сахар в течение... В течение, вот если вы неделю не едите сахар, то вы увидите, что яблоко или апельсин, оно очень сладкое. И вам кажется, что, боже, какое сладкое. Невозможно приторно-сладкое, да, и вы другим особо не захотите. И если как для отвыкания, как бы, ну, вот когда вы отвыкаете от сахара, тогда вы можете сначала фрукты, мед тоже можете, но, опять же, не в больших количествах. Вы можете ложку меда добавить в чай, но не в каждую. Или вы пьете вприкуску, но тоже чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть, чтобы ваши рецепторы очистились от сахара. Это своего рода тоже наркотическая зависимость, да, сейчас об этом все говорят, как белый порошок, да, и что мы должны все-таки избавляться от сахара, потому что сахар один из зло. Вы увидите, что сахарный диабет растет и у детей, и у взрослых. А вот, к примеру, смотрите, человек не употребляет сахар, ну, вообще. Так. Не употребляет. Но он-то, в свою очередь, кушает там сникерсы где-то. Ну, это же, это же... То есть он самообманом занимается? Вот если вы себе говорите, что я не ем белый сахар, вот в таком его белом наличии, да, да. Ну, если у вас все, вы здоровый, вы здоровый организм, как бы молодой, вы можете там иногда варенье, что-то там, меда, вы можете фрукты поесть, да. Но любое, и вот сникерс, и любые другие, это же в любом случае сахар. Да, там же есть сахар, да. Ну, шоколад, можно тот шоколад, который вот, шкаф полезен, да, он полезен, он же тоже активирует дофаминовый рецептор, он вызывает такое приятное... И витамины тоже там есть именно в шоколаде. Но мы должны вот это, те, которые вот горькие, больше использовать, и он как бы... 65-70%, да? Да, вот такой шоколад больше использовать. А все вот эти наборы, даже сникерсы, баунти, тикси, мне кажется, это была больше такая брендовая компания, которая чисто вот в мозги была активно включена, вот в постсоветском пространстве, мне кажется, сейчас у нас, как мы, как вот дети Советского Союза, постсоветского пространства, да, мы вот только у нас был вот Марс, шоколад и баунти, вот это нам показывали бесконечно по телевизору, и это кажется, о, это что такое. Это в год раз один раз ешь, сталкиваешься с ним по празднику. Но сейчас это же... А сейчас вы забыли. Это же в доступе сейчас. И вы тоже думаете, о, вот это класс, потому что я его постоянно вижу, как эффект 25-го кадра. Мне кажется, здесь мы должны чистить наши, опять же, вкусовые рецепторы, и выбирать для нас самое лучшее. Если я ем сладкое, то это вот самое вкусное такое, вот о чем ты мечтаешь, вот самое-самое вкусное вот это. Я съел его, и как насладился этим своим куском, вот он кайф я словил на этом. А не то, что я съел сникерс, и потом говорю себе, блин, зачем я его съел, он такой, там, ты понимаешь, что он особо невкусный. Да, да. Он невкусный, и ты понимаешь... Так ты себя и травмируешь, плюс. Да, и ты говоришь, такая вот это не совсем, и невкусно вовсе там, и вот оно, и неполезно, скажем так, да. Ну и где же удовольствие наше? Качественные продукты, да. Поэтому отличать, наша задача с вами, это выявить, что мы хотим, истинно, что мы хотим, и получать от этого наслаждение. Круто. Истинное, истинное наслаждение. Вы ответили точно на мой вопрос. Здравствуйте, я хотела узнать, кроме витамина D, какие витамины можно давать ребенку для повышения иммунитета? Я опять же говорю, повышать иммунитет специально нет необходимости. Не нужно его повышать. Любые, еще раз говорю, мультивитамины... Почему это у нас такое стереотипное мнение, что ли, повышать иммунитет? Ну это же, это же, это такое вот... Получается, иммунитет, он стабильный такой. Он у нас есть. Все, вот он, вот во мне и все. Он зависит, да, он зависит от того, что... От болезней, от внешних факторов. Вот вы абсолютно правильно говорите. Он говорит о том, что вот какие болезни вы перенесли в детстве. Вот, например, если я к себе, то я перенесла все детские инфекции, какие были, я все перенесла в детстве, например. И теперь у меня стойкий иммунитет на все эти заболевания. Я могу спокойно работать в очаге, я не заражусь этой инфекцией, да? Например. Точно так же и вирусы. Всем, что я переболела, это у меня мой запас. Даже если, например, я переболеваю вирусом гриппа, да, он уже не действует на меня так сильно, как в первый раз. У меня не повышается там страшная температура, там еще что-то. То есть и у другого человека тоже на любое заболевание у него есть специальные точки, уже наш, есть специальные-то хелперы, или в Т-лимфоциты, они уже распознают его и вгрызаются, и убивают именно, потому что они знакомы с этим вирусом. Только вот корона, например, она уже другая, потому что они не смогли его распознать, и это новая инфекция. Поэтому нам необходима вакцина для того, чтобы оградить себя от этого заболевания. Детям, не сдавая анализы, какие витамины можно давать? Лучше прям витамины не давать им, вот активно. Вы даете их только в весенний период, вы можете дать, но опять же по рекомендации врача. Вот так вот не давать витамины, нет необходимости. Ну, опять же, витамин Д, С. Витамин Д, вы же даете его тоже по анализу. Если в анализе у вас все нормально, тогда нет необходимости его давать. Если он бегает на улице, получает оттуда солнечный свет, то организм вырабатывает его самостоятельно. Если только дефицит, в этом случае мы тогда назначаем витамин Д. Понимаете? Ну, вот я бы рекомендовала рыбий жир, можно было давать, но опять же, его нужно сезонно. Вот вы вышли из осенне-зимнего периода, и вот можно пропить там рыбий жир, детский рыбий жир, там можно его пропить. Смотрите, можно ли сейчас вот прикрепиться именно с областей к вашей поликлинике? Тоже часто задают вопрос сейчас в WhatsApp. Нет, дело в том, что, видите, сейчас у нас очень много таких пациентов имеется, которые прикрепляются к городским организациям, потому что здесь более быстро даются какие-то консерциальные диагностические услуги, какие-то препараты здесь быстрее мы даем, поэтому они к нам прикрепляются. Но есть, видите, когда был период пандемии, как раз-таки лекарства они не могли получить, не могли в это время приехать к нам и получить именно помощь. Они обращались уже по месту жительства, поэтому территориальный принцип участковости, он не исключается, он и задуман так был, что территориально у тебя есть свой доктор, который знает тебя, твоего ребенка, маму, папу, знает ваши наследственные заболевания, он давно там живет вместе с вами, и вместе с вами он всю вашу семью изучает. И поэтому вот это в этом заключается принцип участковости и вот врача общей практики. Это правильно, это правильное понятие. Поэтому лучше территориально, конечно, лучше территориально. Ну то есть и удобнее, да, будет? И удобнее. У нас на линии телефонный звонок, моя утирин, давайте ответим на него. Добрый вечер, ассаламу алейкум, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Везде срак в порядке? Я, я в порядке. Наши телезрители говорят, ну что можно в таких ситуациях делать? Ну видите, то, что аллергический, видите, кашель, это тоже действительно проявление аллергии может быть. Значит, здесь или среда какая-то, вот он живет в том районе, где может быть выраженная загазованность, или опять же у него в организме он что-то принимает, что вызывает вот эту аллергию. Здесь нужно аллергологу обратиться. Вот есть институт внутренних болезней, есть при нем специальный отдельный аллергологический центр. Вот нужно туда обратиться, и чтобы уже специалисты выявили от чего, почему у ребенка аллергия идет. Вот видите, здесь нужно, мы часто, когда бывает аллергия, например, мы иногда даже рекомендуем менять место жительства, потому что вот в этом месте, например, растут вот эти определенные цвета, или цветут вот эти тополя, или еще что-то там, да, что вызывает аллергию. Поэтому там иногда пациент невозможно проживать в этом районе, потому что все время вызывается аллергическая реакция, спазм, на которую вы же знаете, я все время говорю, что вы знаете, потому что мне кажется, что вы осведомлены. То, что сначала первая реакция, например, идет она как сыпь, да, просто такая сыпь, в следующий раз она может быть более выраженной, потом у нас идет отек квинки, отек квинки там перерастает, вот, в который круп возникает, да, там, и потом уже идет астматический статус. То есть аллергия тоже идет определенные этапы, вот, и еще иногда бывает такое, как аутоиммунная аллергия тоже бывает, то, что, может быть, свой организм, как бы, вырабатывает антитела именно к своим внутренним клеткам, тогда нужно тоже исследовать. Опять же, вот, в институте внутренних болезней, они могут на это исследовать, на ревматологические заболевания и на вот стептерлезин, О, стептерлезина. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что, в принципе, время уже выходит, программа подходит своему логическому завершению, вопросов очень сейчас много, вот те, кто сейчас писали к нам в эфир, на WhatsApp, у вас есть официальный сайт, да, 18 поликлиники? Да, есть сайт, есть, моя страница есть, да, моя страница в Инстаграме тоже есть. Да, все эти вопросы вы можете задать непосредственно именно от главврачу 18 поликлиники города Алматы, в социальных сетях вы можете найти нашего гостя, потому что так как времени, ну, как вы сами видите, не хватает. Да, ГККП 18, в Инстаграме ГККП 18 у нас, и мы ответим на все вопросы, если сегодня, под сегодняшним постом мы будем отвечать на все ваши вопросы, ответим. И вот ваши отдельные рекомендации и советы нашим телезрителям, буквально вот в двух словах. Мне хотелось бы сказать, что в первую очередь берегите себя и своих близких, соблюдайте меры предосторожности, это то, что в таких местах, закрытых местах, все равно одевайте маски, и соблюдайте социальную дистанцию. И точно так же, как бы, обязательно обрабатывайте руки антисептиков, этого никто не отменял. То есть в сумочках держим, антисептик, перчатки. Потому что пандемия, она все равно, вирус никуда не ушел, просто был карантин, и когда мы закрыли, и сейчас заболеваемость чуть-чуть упала. Но так как наши казахи очень любят скопление, да, они сейчас снова то и, вот эти, куда и, вот это все, я вижу, что люди кинулись в торговые центры, прям целыми массами туда идут. Сейчас, возможно, будет вот еще заболеваемость. Поэтому, с одной стороны, лучше бы оградить себя от таких массовых мероприятий, лучше прогуляться в парке, в открытых. Вот сейчас, когда уже солнце уходит, лучше сейчас последний луч этого солнца себе как бы впитать. Это вот у нас в ботанический сад сходить, с ребенком куда-то погулять самим, съездить куда-то, опять же, такое, на природу. Вот, и, конечно, каждый для себя должен лучше правильно питаться, но правильно питаться тоже разумно, не так, что чисто вегетарианство или чистое мясо только есть. Да, золотая середина. То есть такая разумная, разумно должно быть во всем разумно. И как только мы начинаем действовать в определенных там рамках вегетарианства, мы сразу попадаем в какую-то секту, и наша голова, психология начинает работать не совсем правильно. Майя Утигена, спасибо, что вы сегодня были вместе с нами. Я надеюсь, что мы еще и не раз встретимся здесь, у нас в студии на телеканале Асвардав в программе Мангезда Маселе. Дорогие друзья, рекомендации при заболеваниях. Первое, санация носа, солевым раствором деткам и самим. Второе, ограничение контактов и мест массового скопления. Третье, личная гигиена, влажная уборка помещения, главное, и витаминизация. Еще мы сюда что добавим? Вакцинацию тоже, наверное. Спасибо, что все это время вы были вместе с нами. Увидимся в четверг, снова в 20.00. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы.